Здравствуйте! Начинаю информационный вечер на Ивантеевском телевидении. Я, Александр Мельников, и редакция Ивантеевского телевидения поздравляет всех мужчин с наступающим праздником – Днём Защитника Отечества. Ивантеевские кабельные сети также присоединяются к нашим поздравлениям. Под крышей дома твоего потоп! Оттепель приходят в дома Ивантеевцев вместе с весенней капелью. Звёзды в Ивантеевке! Спортсмены смогли пообщаться с призёром Олимпийских игр. Богатыри должны уметь хранить секреты. Современные представления о настоящих мужчинах устами младшеклассницы. Реалити-шоу – это непросто. Наш земляк об участии в проекте МАЧ-ТВ. Теперь об этих и других новостях подробнее. Строительство двух новых школ запланировали в Ивантеевке в рамках программы по ликвидации второй смены. Об этом рассказала глава городского округа Елена Ковалёва на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Встреча состоялась сегодня, накануне праздника Дня защитника Отечества. Тема встречи – отчёт о выполнении данных ранее поручений. Зная, что ряд проблем в муниципальной деятельности существует, прежде всего, это вторая смена, давайте это обсудим, транспортные проблемы на блок ЖКХ. Вы очень профессионально и добросовестно начали выполнять обязанности, работать в Ивантеевке. Хотелось бы услышать, что удалось сделать и какая нужна помощь и поддержка. Чтобы ликвидировать вторую смену, в городе планируют построить две школы на улице Богданово и в студенческом проезде. Запланирована пристройка к седьмой школе. С учётом всех этих мероприятий, вторую смену мы сумеем преодолеть и из этой красной зоны, которая для нас очень позорная, мы выйдем. Я вас прошу подготовить участки для того, чтобы мы вовремя начали строительство школы и закончили. Программа амбициозная. Президент поставил перед нами задачу ликвидировать вторую смену до 2020 года. В Подмосковье по этой программе мы должны построить порядка 240 школ. Это абсолютный рекорд, это очень большое количество средних учебных заведений. И мы начинаем с тех муниципалитетов, где проблема самая чувствительная. Вот в Ивантеевке порядка 20% школьников ходят во вторую смену. Но это очень много. Что с дорогами у вас? Сейчас у нас возникает вопрос, связанный со строительством уже кольцевых развязок. У нас есть территория в городе, очень неудобный перекрёсток, Хлебозаводская улица и Железнодорожная, где находятся 14 цветофорных объектов. Она крайне неудобная, там неровный перекрёсток. В данной территории эти дороги было бы очень правильно, и это было бы очень востребовано жителями, если бы там было организовано круговое движение. С учётом этого мы просили совместно с ГУДХ вот этот вопрос проработать. Он находится на стадии проработки. Вместе с тем в настоящее время, вот в комплексную схему он пока что не попал, вопрос всё ещё прорабатывается. Вопрос в том, что это центральная улица, это улица, которая как бы вылетная магистраль, и которая действительно собирает большие заторы. Ну и определённую работу в плане дорог мы ведём, разумеется, в плане ремонта, и в качестве безусловного приоритета мы для себя приняли указания по ямочному ремонту, по, соответственно, ямам и по всем доброделам, по всем заявкам в добродел, которые жители направляют на дороги. Я дам все необходимые команды ГУДХ для того, чтобы они на городской округе Вантеевка обратили особое внимание и помогли в наиболее острых проблемах. Обсуждают сегодня и вопрос привлечения инвестиций. Приоритетная тема, которой мы будем уделять, самое пристальное внимание нам дано поручение в ручном режиме работать с теми инвесторами, которые готовы создавать рабочие места, которые готовы вернуть ту маятниковую миграцию, которая составляет значительное количество людей сейчас в Вантеевке. Все эти приоритетные поручения мы будем выполнять в 2017 году. На защите страны, Подмосковье, города. Праздник Дня Защитника Отечества для Московской области – это особая дата. На территории Подмосковья расположены более 400 подразделений Министерства обороны, Национальной гвардии, отрядов специального назначения, военно-воздушных сил и профильных учебных учреждений. Сегодня в Вантеевке почтили память всех, кто сражался за отчизну в разные годы. Митинги проходят у городских обелисков. Молодежь возлагает цветы к памятным доскам и памятникам, чтобы накануне праздника чести и мужества вспомнить о тех, кто отдал жизнь, защищая Родину. Основа была заложена 99 лет назад, когда наши красноармейские отряды встречались или отдали отпор под Нарвой и Псковым немецким захватчикам. Это было в 1918 году. Сейчас наша армия окрепла, сейчас она стала сильной. Созданы новые виды родов войск, такие как ракетно-космические войска. У нас в городе ветеранов войны осталось 51 человек. 51 человек из двух тысяч, которые вернулись после войны в наш город. У нас в городе сейчас проживает 746 ветеранов вооруженных сил. Многие из них сейчас стоят вот здесь перед трибуной. У нас в городе осталось 10 жителей блокадного Ленинграда. 111 афганцев, вернувшиеся с войны, принимали участие в боевых действиях. Глава города Елена Ковалева направила послание участникам митинга. От всей души поздравляю вас с Днем Защитника Отечества. Отдельно хотелось бы поздравить наших ветеранов. В первую очередь тех, кто защищал нашу Родину во время Великой Отечественной войны. Низкий вам поклон за ваш бессмертный подвиг. После самой страшной войны многие наши соотечественники с оружием в руках защищали и продолжают защищать независимость и территориальную целостность нашей страны в горячих точках и локальных военных конфликтов. Честь и слава современным героям! Сегодня для того, чтобы защищать Родину, достаточно каждому на своем месте честно делать свое дело, внося свой вклад в дело защиты нашей страны от развала и хаоса. Об этом надо помнить ребятам, которые делают первые шаги во взрослой жизни. Любите Родину, крепите мир и свои семьи. Будьте счастливы! Глава города Елена Владимировна Ковалева. Сегодня, конечно, мы переживаем. Мы переживаем за наших ребят, которые отдают интернациональный долг в Сирии. Мы сегодня переживаем за события, которые происходят на Украине. Мы видим, что миру очень не нравится сильная и великая Россия, которая поднялась с колен. И не просто разговаривает со всем миром, а разговаривает на равных условиях, на условиях партнерства. И, конечно, поздравляя сегодня всех с этим праздником, хочется сказать, самое главное, берегите Россию, берегите мир. У журавлей ветераны, участники боевых действий, школьники. Здесь собрались старшеклассники и будущие призывники первой, шестой, седьмой и восьмой школ. Пятая школа участвует в митинге у фабрики Дзержинского. Вторая и третья у фабрики Лукина. Когда стою у вечного огня, когда читаю имена и даты, мне кажется, погибшие солдаты чего-то ожидают от меня. Что же я скажу им, слабый человек? Жизнь за меня отдавшим добровольно. Что я в долгу у них на весь свой век. Что мне при ними совестно и больно. Как надо стойко, мужественно жить, не поддавая злу ни на мгновение, чтобы высшую награду заслужить. Убитых молчаливое прощение. После минуты молчания участники митинга возложили цветы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вопросы традиционной планерки в администрации отражают политику и стратегию губернатора Московской области Андрея Воробьева. А глава города Елена Ковалева поставила перед сотрудниками администрации задачу войти в пятерку лучших муниципальных образований области. Обо всем об этом по порядку в нашем сюжете. На открытой части заседания правительства области министр дорожного хозяйства Игорь Тресков докладывает о планах по ремонту дорог и строительству дорожных мостов и переездов. Почти 15 миллиардов рублей направят на ремонт. А это на 2,5 миллиарда больше, чем в прошлом году. Чтобы, как выразился Игорь Борисович, нанести удар по ямам. Кроме того, начнут строительство западного объезда Сергеев-Посада, продолжат реконструкцию трассы Москва-Дмитров-Дубна, сдадут в 2017 году ряд путепроводов. В текущем году мы также предполагаем завершить проектирование и в 2018 году уже приступить к строительству съезда с Яждавского шоссе в Бабарат-Матищев. Сегодня федеральный объект стоит недостроенный. Мы предполагаем спординировать свои усилия с ростом в Тодор и планово завершить объект. На сайте Мосавтодора обнародован план ремонта дорог. В Ивантеевке, к слову сказать, в этом списке полтора километра улицы Дзержинского. С этого года, акцентировал министр, будет меняться качество контроля за ремонтом дорог. Второй вопрос. Ликвидация неэффективных государственных и муниципальных предприятий. Эта задача поставлена на федеральном уровне в рамках стандарта развития конкуренции. Мы ведем эту работу с 2015 года и практика показывает, что такая организационно-правовая форма в подавляющем случае неэффективна. Сегодня Андрей Владимирович Аверкиев расскажет нам об этапах работы, об этапах оптимизации, ликвидации УПов и МУПов на региональном и муниципальном уровне. Министр имущественных отношений Андрей Аверкиев рассказал о планах по сокращению ГУПов и МУПов из тех сфер, где они не нужны. Успешные предприятия будут акционироваться, неуспешные – ликвидироваться, уступая место конкурентам другой формы собственности. Это найдет отражение и в Ивантеевке, когда устаревшие МУПы, РЭПы окончательно уступят поле действенности ООО. Попадают под реформирование акционирования ККХБ, теплосеть, ИРЦ, функции которого взял на себя Мособлъе ИРЦ и другие. Об этом поручения городу были еще в 2015 году. Дмитрий Ченихин, заместитель главы администрации, познакомил коллег с планами по реконструкции уличного освещения. В настоящий момент достаточно большое количество светильников у нас на территории города еще с ртутными лампами. Поэтому вместе с ликвидацией темных пятен, вместе с отработкой тех обращений, которые поступают к нам по разным линиям связи, не только по доброделу от жителей. Формируя планы по капитальному ремонту, строительству, мы планируем также работы по модернизации линии уличного освещения. Все наши планы предварительно внесены в конструктор форм системы газ управления. Требуется установка 119 опор, 132 светильника и почти 5,5 километров самонесущего изолированного провода. Большинство планов, в том числе по реконструкции освещения, составляются на основании обращений на областной портал «Добродел». Что касается Ивантеевки, третью неделю наблюдается снижение количества жалоб наших жителей. На минувшей неделе их было 69, на 17 меньше, чем на предыдущей. Снег, чистка дорог, освещение ЖКХ по-прежнему в приоритете. Девять повторных обращений заставляют главу города Елену Ковалеву говорить о качестве ответов и об ответственности сотрудников и служб. На планерке о работе Центральной библиотечной системы рассказал ее директор Илья Снегирев. 29 сотрудников работают в пяти филиалах. Средняя заработная плата – 34 тысячи рублей. В день выдают 932 книги или печатной продукции. В год проводят более 600 мероприятий. В планах организовать антикафе, книжный магазин и другое. Глава города Елена Ковалева напомнила руководителям сферы культуры о том, что в ближайшее время должно будет пройти выездное заседание Общественного совета по усадьбе Ивантеева. И городской парк в этом году будет преображаться. И определила вектор перезагрузки Ивантеевской культуры. Я очень прошу наше управление культурой, очень прошу наш блок социальный запланировать нашу культурную и общественную жизнь так, чтобы у нас все выходные было куда пойти. Это очень важный момент, чтобы у нас жители знали, что можно остаться в городе и будет интересно. То есть у нас должны быть мероприятия не ради галочки, а ради того, чтобы мы выполнили слова губернатора, который сказал это, правда, в отношении театров, но это касается абсолютно всех учреждений культуры. Залы должны быть полные. Если проходят мероприятия в библиотеке, значит, об этом должны все знать, жители города, значит, об этом они должны иметь опции, куда пойти. В Москве мы же знаем, что пойти можно во много мест. У нас должно быть так же. Познакомились на планерке с новыми показателями по рейтингу 50 муниципальных образований. Каждой службе предстоит просчитать показатели по всем своим направлениям. Рейтинг 50 – это тот наш стандарт, та наша цель на ближайший год, который мы будем достигать. Лидерство – это реальность. Было озвучено губернатором Московской области. Это означает, что наш регион должен войти в пятерку лучших регионов Российской Федерации. Для нас с вами это означает, что мы с вами должны войти в пятерку лучших муниципальных образований. С учетом того, что задача эта очень сложная и амбициозная, мы к ней будем стремиться. По крайней мере, я думаю, за три года у нас должно получиться. Начало недели в Авантеевке ознаменовалось плюсовой температурой. Обильное таяние снега привело к весьма предсказуемому результату. Улицы города поплыли. А на последних этажах многоквартирных домов началась копель. Десять лет в квартире номер 79 по Смурякову 1 с завидным постоянством слышится копель. Однако эти звуки молодую маму не радуют, а наоборот. В квартире на последнем этаже с каждым годом обнаруживаются все новые места протечек кровли. В первые дни недели, когда на улице установилась плюсовая температура, в доме Юлии полилось с новой силой. Течь добралась уже и до кроватки восьмимесячного ребенка. Капитальный ремонт кровли – вот что, по мнению молодой мамы, может изменить ситуацию. Сегодня была проведена комиссионная проверка по адресу Смурякова 1, квартира 79. Мы вышли в жилое помещение, поднялись на технический этаж и был у нас выход на кровлю. На кровле у нас снега нет. Технический этаж защитили вчера, постелили влагоудерживающее покрытие, чтобы влага не проникала ниже. И зафиксировали все объемы по жилому помещению. Обязательно мы сделаем ремонт за счет средств РЭПа. Но ремонт будет сделан после проведения капитального ремонта кровли силами подрядчика. Надеемся, что больше у нас замечаний по кровле не будет по этому адресу. Не лучшая ситуация обстоит и в квартире по улице Смурякова 17. Уже на лестничной клетке съемочную группу встречает тазик. В самой квартире протечки начались около двух лет назад. Но и этого оказалось достаточно, чтобы на стенах появилась плесень. Жильцы квартиры боятся, что влага может добраться до электропроводки. Последствия такой встречи хорошо известны. Короткое замыкание. Два года вот мучаемся с заливами. Все углы мокрые. На площадке тоже все течет. Обращались, сделали заявку. Приходят на площадку, замазывают эту трубу. Там, наверное, мне кажется, она сгнила. Ее надо менять. Замазывают до первого дождя. А сейчас снега много. Будет все течь в квартиру. 22 февраля по этому адресу состоялся комиссионный выезд специалистов третьего РЭПа. В управляющих компаниях обещают как можно скорее разобраться в этой ситуации. Наш выпуск продолжает рубрика «Минута о бизнесе» с Олегом Квасовым. Здравствуйте, я Олег Квасов. Это передача «Минута о бизнесе» второй сезон. Сегодня мы заглянем в такси «Русская Тройка» и поговорим с его директором Максимом Куранцевым. Поехали! Максим, расскажите, пожалуйста, как пришли в этот бизнес, почему именно перевозки? «Русская Тройка» появилась в 2001 году. Она появилась на базе столовой, была на Кудринке столовая. И организовали там доставку обедов. И потом на базе созданной инфраструктуры мы решили открыть такси. Тогда в 2001 году рынок был свободный, поэтому с этим проблем тогда не возникло. Вот сложности, с какими столкнулись при открытии, вообще и развитии, наверное, бизнеса, потому что, как я понял, история многолетняя. История многолетняя. Лично я в 2001 году не работал. Я работаю в «Тройке» 2004 года. Но могу рассказать, что сейчас важно. Самая большая проблема у нас – это кадры. Ну, собственно, как в любом бизнесе. Сложно найти достаточно большое количество опытных водителей, которые будут безопасно ездить, не лихачить, будут порядочными людьми, не обманывая клиентов. То есть, самая большая проблема в этом. Плюс, самая большая трудность сейчас – это большая конкуренция. Сетевые компании появляются, очень много там агрегаторы. Они демпингуют ценами, но не заботятся о безопасности. Благодаря этому мы как бы держимся на плаву, потому что мы за безопасность. Это самое главное для нас. Мы за удобство клиентов тоже. Потому что там, если в каком-нибудь крупном такси на клиентов всем плевать, то мы к каждому клиенту подходим, решаем вопрос. Обязательно любой человек недовольный найдет прямую связь. Вот сейчас кризис. Ну, отступил, не отступил, может быть, чуть-чуть доллар упал. Но, тем не менее, как выживаете, как работаете вообще? Отразилось ли на качестве работы? Вот трудные времена отразились на качестве? Ну, трудные времена отразились, да. Самая большая проблема – то, что в кризис приходят водители. Очень часто работать ненадолго. То есть, получается такая текучка, что ли. Но при этом у нас есть водители, которые работают и 5 лет, и те, которые 10 лет есть работают. И даже есть несколько водителей, которые работают с самого открытия. Как видите свою компанию в будущем? Как ваша компания планирует развиваться? Наверное, как планирует держаться, укрепляться? И услуги, может быть, какие-то новые будут открываться? Я думаю, что самое вероятное развитие – это еще большее увеличение качества и работа прям напрямую персонально с каждым конкретным пассажиром. Я представляю наших всех клиентов как друзей, которым можно помочь и так далее. Только в этом случае можно будет, скорее всего, как-то удерживаться. То есть, мы не будем терять лицо, мы будем общаться с нашими клиентами. И что можете пожелать начинающим предпринимателям, кто сейчас хочет начать бизнес? Начинающим предпринимателям, как в любом бизнесе, можно пожелать терпения, умения делегировать свои полномочия сотрудникам, потому что это очень сложно. Ну и в любом случае, 25 часов в сутках не помешает, конечно. Спасибо большое за интервью. Удачи в бизнесе. Спасибо. Ты получил паспорт? Тогда вперед отстаивать свое мнение в лагере дебаты. А как только исполнится 16, уже можно будет и записаться в дружную команду исторического клуба «Кошкин дом». Нашу программу продолжает рубрика «Новости коротко». Варя Кистяева, звезда шоу «Голос. Дети. Два» получает самый главный в жизни документ. Сегодня в Авантеевском ЗАГСе чествуют ребят, которым исполнилось 14 лет. Получение паспорта – это знаковый момент в жизни каждого гражданина. Он определяет окончание детства и постепенная подготовка к вступлению во взрослую жизнь. Во взрослой жизни есть права и обязанности. Готовы ли ребята отстаивать свои права? Например, в суде молодежь отвечает однозначно «Да». Жениться рано, а вот заводить трудовую книжку и официально устраиваться на работу уже можно. Не упустить свой шанс подросткам предлагает комплексный молодежный центр. Мы вас хотим пригласить к нам на трудоустройство, которое проходит с мая по сентябрь. Также мы приглашаем вас в молодежный центр. Там у нас вы можете найти новых друзей. Также у нас есть множество клубов по интересам. По традиции сложившейся в Авантеевке вручение паспортов несовершеннолетним гражданам проходит в ЗАГСе в торжественной обстановке раз в квартал. Каждый год в феврале собираются и сегодня тоже радуются, улыбаются. А почему? А потому что дебатов по нас и собрались на зимнем чемпионате. 12 лет в Костино. Ивантеевские педагоги и специалисты методического центра приглашают интеллектуалов на чемпионат дебаты. Более 100 школьников из Авантеевки, Щелкова, Королева будут тренироваться в искусстве спора, убеждения, поиска аргументов. Наш первый аргумент – это заинтересованность государства в развитии личности. На показательной игре, в которой участвуют команды 1-й и 3-й школ, ребят попросили подумать о серьезном. Тема – государство не должно финансировать искусство. Одна команда отстаивает по условиям игры эту позицию, вторая – отрицает. А вообще зачем его финансировать? Мы считаем, и наша команда считает, что искусство вполне может жить отдельно от государства. Жюри оценивает убедительность, соблюдение правил, риторику каждого участника команды. Молодцы, что приехали сюда, молодцы, что занимаетесь дебатами, молодцы, что находите в своей жизни среди множества очень увлекательных и приятных вещей время для занятия такими серьезными вещами, как дебаты. Замомни актуальность темы, термины, примеры, аргументы, смотры. Это все дебаты, дебаты. Фестиваль дебаты – это пять дней погружения старшеклассников в мастер-классы, интеллектуальные соревнования, учебу, знакомство, обмен опытом. Благодарен нашей системе образования в городе Ивантеевке за то, что вы делаете ребятам такую уникальную возможность не только проявить себя в творчестве, но в уме и во многом-во-многом еще другом. Поэтому спасибо вам огромное за то, что вы делаете. Те пять дней, которые мы проводим здесь, наверное, у каждого остаются на многие годы в памяти, а для кого-то даже становятся судьбоносными, потому что действительно за 12 лет выросло новое поколение, и мы видим, что те наши первые дебатыры стали очень успешными людьми в своей жизни. На открытии лагеря «Приветствую дебатеров» агитбригада клуба «Экос» призвала всех задуматься об экологии. Много навыков у вас, да? Да, когда приходишь, учишься многому. Своими навыками и умениями делится клуб исторической реконструкции «Кошкин дом». В читальном зале Центральной городской библиотеки открылась выставка, посвященная деятельности клуба. Прикоснуться к прошлому Руси приглашают каждого. Когда изучаешь его, когда ты проникаешься, понимаешь, насколько сложно было нашим предкам жить, как им приходилось трудно, но в то же время они были, можно сказать, гениальными людьми, потому что для всего додуматься, все это придумать. «Кошкин дом» – клуб «Ремесла» работает в городе уже семь лет. За это время клуб стал широко известен в Подмосковье и достиг многих высот. В частности, в прошлом году клуб стал лауреатом второй премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в номинации «Связь времен». Руководит клубом с момента основания Александра Баландина. Хотелось бы поблагодарить тебя и наградить грамоты председателя Комитета по образованию и молодежной политике за большой вклад в патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи города Ватеевки и за организацию чудесной выставки «Зов предков». На выставке особое внимание уделено периоду IX-XI веков. Акцент не на оружие или доспехи, а именно на мирные ремесла. Изучение ремесла помогает глубже понять, как жили наши предки. А вот эти изделия... Родина, Роженица, Родь, Матушка, Родина, Роженица, Родь, Матушка, Выставка продлится до 20 марта. Сейчас объявлен и новый набор в клуб «Кошкин дом». Если вы старше 16 лет и хотите глубже понять и изучить историю Руси и ее соседей, присоединяйтесь. Из чего же сделаны наши мальчишки? Из силы, ловкости и умения побеждать, несмотря ни на какие трудности. В этом уверены младшеклассники восьмой школы. На днях они смогли убедиться в ловкости своих одноклассников. Лично на Спартакеаде, посвященной Дню Защитника Отечества. Дорога! 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 Девчонки-младшеклассницы и мамы поддерживают юных защитников. В преддверии праздника 23 февраля восьмая школа проводит современный богатырский турнир, чтобы выявить самых сильных и ловких младшеклассников. Спортивные соревнования под названием «Богатырская сила» приурочены к Дню Защитника Отечества. Вчера у нас были среднее звено с пятого по седьмой классы. Давай, 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 да, да! У начальной восьмой школы небольшой спортзал, поэтому несколько уроков ученики проводят в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп». Такие крупные спортивные состязания для младшеклассников устроили впервые. Всего пять команд, сборные из всех классов, чтобы силы были равны. Сегодня акцент на мужские виды спорта. И главное богатырское сражение, конечно, перетягивание каната. Быть мужчиной для меня обозначает поддерживать свою физическую силу. Не обижать девочек и, например, то, что Ваня хотела сказать. Будь всегда наготове, помогать, быть отзывчивым, заступаться. Нужно девочек не обижать, не говорить никакие гадости. Это во-первых. Во-вторых, лучше просто так с намерениями плохими не приставать. А то будет как-то неприлично. Мальчишки мыслят правильно. И для девчонок настоящий мужчина в первую очередь защитник. Ну, они нам вообще нужны, чтобы нас защищать. Зарабатывали деньги? Зарабатывали деньги? Да. Я не могу. Подарки. Хотелось бы, чтобы они вели себя нормально и никогда не обижали никого. И чтобы они были всегда самые сильные, чтобы они девочек защищали и никогда не бросали в трудную минуту. И одевалишь красиво. Мужчина должен быть добрым, хорошим, внимательным, сильным. Такой джентльмен, например, красивый. Помогать портфель носить. А для меня настоящий мужчина – это тот, кто ведет себя нормально и защищает девочек. Чтобы, когда ты с ним разговариваешь, он никогда никому ничего не рассказывал. Это значит, свои секреты он никому не рассказывал. Веселые конкурсы и эстафеты. Все ради призового места, грамот и призов. Это дартс, настольный теннис и футбольный мяч. По итогам всех состязаний первое место у команды «Комета». Я думал, что мы вообще последнее место займем, но заняли первое. Вот я помню, я в первом раунде, когда играл, я сильно ногой ударился коленкой. Я пришел, я не мог вот здесь вот встать. Вот к концу все прошло хорошо, но выиграли. А за счет чего победили? За счет плачевности. У нас еще по 11 человек было, а вот у нас 12. Мы все равно победили. Всего в состязаниях приняли участие 60 мальчишек. Именно столько учатся в начальных классах школы номер 8. 60 современных богатырей. В выходные дни на канале «Ивантеевка-24» смотрите 25 и 26 февраля вместо новостей концерт, посвященный юбилею 30-летию студии «Восход». Музыка, танцы, песни не только от сегодняшних детей студии, но и от выпускников прошлых лет. А 26 февраля Ивантеевка празднует Масленицу. В 11 часов утра жители приглашают проводить зиму из микрорайона «Детская». А в 12 часов праздник состоится на Первомайской площади. 23 февраля – День защитника Отечества. Душу Богу, сердце женщине, жизнь Отечеству, честь никому. Старинный девиз русских офицеров близок всем, кто служил и продолжает служить родной стране. Примером доблести и чести являются и те, кто прошел жерло войны в Афганистане. Сегодня четверо ветеранов расскажут о том, какой была та война для каждого из них. Вам давали такие, а мне у каждого такие же. У меня какая-то еще другая была почетная грамота от Гребачева. Не складная, а другая какая-то чехолная. Ну, где-то лежит. А где-то лежит. Субтитры подогнал «Симон» Нас забрали в железку, как обычно, с военкомата привезли. Отчнулись мы в Курске. В Курске нам одели форму. И опять в эшелоны и повезли в Туркмению. В Туркмении эшелон остановился. Отобрали у нас, у всех, у кого было техническое образование, и всех спортсменов. Мы там полдня сдавали физо, подтягивания, кроссы. Из эшелона нас отобрали 200 человек в разведку. И в Геоктепе, в Туркмении был там разведучебный центр в Горной. Там нас три месяца мучили, бегали по горам, ночные и дневные стрельбы. То есть это было ад. Я похудел за три месяца на 8 килограмм и стер двое сапог. Вот так мы бегали. Но я рад, кто нас готовил, что нам в жизни это в армии потом пригодилось. После прошедших трех месяцев я попал в Афганистан. Попал в Кабул, были покупатели на аэродроме. И я попал не в разведку, а в мост-стрелковую часть охраны штаба армии. Там пробыл недолго, месяц. Познакомились. Мы охраняли офицера высшего состава, дворец Амина бывший. И там познакомились с украинцем. Полковник был. И мы ему объясняли, мы же разведчики, что мы сделаем в пехоте. Он нас отговаривал. Ребята, не надо вам, не надо. Служите здесь. Ну, мы настояли и попали в разведку. Мы занимались вербовкой душманов. И один душман, Заяц Кличков был его, с двухручничал. Работал на нас и на них. И у нас была встреча с полковыми командирами духов. И он нас сдал. А у нас группа была всего 7-8 человек. И мы попали там в засаду. Но с веселыми криками нас не возьмешь. Мы, конечно, убежали. Нам в бой ступать нельзя было. Но отстреливались, конечно, сбежали. Получили там двое из нас ранения. Но удачно ушли. Но потом мы, конечно, авиации ему отомстили. Забрали нас, ну, как всегда, пушкинская ДК наша. Там в 5 утра или в 6. Оттуда в железку. Быстренько-быстренько в медкомиссию. Быстренько-быстренько нас в аэропорт. Гражданским самолетом с пассажирами. Раз и куда-то увезли. Через 4 часа мы в Фергане. И началась у нас ферганская, как сказать, курс молодого бойца. Три месяца, как и Александра. Утро, вечер. Огневая, беговая и все остальное. Естественно, что там все это непривыкшее. Вот. И через три месяца. Также ночь у нас подняли. Отвезли на аэродром. Сделали досмотр, что люди все готовы. Вот. И в Баграм. Привезли Баграм. 9-й рот, где снимали. Это та воинская часть, где был. Вот. И началась воинская служба в Афганистане. Это было 82-й, 84-й. И за 82-й, 84-й было три панширские больших операции. Вот первая медаль. За первый паншар. За второй. Я попал в Хуизабад. Служил я в связи. Конечно, не такая боевая, как сказать, позиция, как у них, как у ребят. Вот. Ну, я, конечно, побывал. Афганистан я весь проехал. Весь. Начиная от Термеза, там, Баглан, Плехумри, в Кондус. Ну, в Хуизабад уже мы там вертолетами уходили. Когда нас привезли, вот это, сначала забрали меня в учебку в Смарканде. Ну, в Смарканде были учебки в связи. Я очень не хотел в учебку в связи. Я хотел, там даже просился, говорю, ребята, возьмите меня во второту. Ну, я вот любитель, я здесь слесарем работал уже, когда школу кончил. Нет, не взяли, говорят, ты слишком умный, в плане того, что 10 классов, мы тебя не можем. Мы приехали тоже, ну, как кончили, вот это, сколько нас набрали, и нас привезли в этот Хуизабад. Привезли на аэродром, ни ружья, ничего. И машины не пришли за нами. А там еще километр 3 шлепли пешком до этого, до полка до нашего. Весь полк ушел на зуб. 200 лет его не могли взять, англичане 200 лет там были. Наши ребята его взяли за 3 дня. Пригнали нам помощь, как раз, десантников. Гляжу, у нас тут все-таки поправнее ребята. Они какие-то мелкие, не пойму. А ему еще эту плиту от этого миномета нести. Я говорю, как же ты ее понесешь, милый? Ну, как-то он, правда, потащил ее. Ну, ушли, осталось нас, ну, в полку никого почти. Ну, сколько вот, наобслужено, ну, там немножко у нас связисты, связисты, связисты тоже ушли с ними на этих ночайках. Вот. И ночью обстрел. Днем никого народу в полку нету. Тишина мертвая. Но одного человека встретишь, двух, все. Когда этот обстрел начался, откуда-то появились уже много народа у нас. Ну, конечно, кто там в ноте, артиллеристы, боевые в округе там. И мы бежим, у нас палатка-то была далеко там, а за штабом у нас весь это ставили. У нас машины связные, там вся эта аппаратура. Бежим мы. Витька, как я помню, у нас с этого, с Свердловского. Я вот так бегал, а он вот так чуть бежит. Ну, и какой-то не очень умный человек взял и включил на плацу свет. И между нами гранат взрывается из гранатомета. Ну, его шибанул вот так, ну, только волной, правда. Контузило немножко. А меня не контузило. А вот так штаб передо мной, ну, еще метров 20, наверное, 25. Думаю, надо оббежать. Потом нет, думаю, побегу я по этому свету, меня сейчас точно грохнут. Я как саданул. Ну, Витька тоже, уже акклиматный, со мной добежал. Ну, прибегаю я вот, как сказать, ну, там у нас были эти окопы вокруг там. Ну, пока бой был ничего, я ничего нет, там нормальный был. Ну, стреляли, все как положено, бог я знает, убивали, не убивали, не знаю. Ночью темно, не видно было. Вот. Потом, после боя, у меня руки и ноги, вот так вот. Ну, ребята-то и смеются, говорят, ты чего? Я говорю, не знаю. И вот удержать не могу. Не могу это удержать, ни рук, ни ног. Ну, потом отошло. Служил 87-89 год. Как раз вывод попал. В общем, учебки был в Калининграде, в Багратионовске. У нас спецвойска КГБ были. Да я водителем был, как бы. Первый раз, конечно, тяжело было. Ну, а потом, вроде, привыкаешь все время. Он 5 километров, по-моему, тоннель вот этот как раз находится. В него въезжаешь, и он, получается, машину отпускаешь. Вот идешь, идешь до тоннеля. Тяжело так вообще, машина не едет. Потом раз, в тоннель только вот вошел, и все. С любой стороны въезжаешь, и она сама начинает только тормозить успевать. Почему так? Не знаю. 5 ноября ехали. Да, мы дошли с Кабул до Джабали, и стояли в Джабалях. Там как раз разбомбили ихнюю колонну духовскую. Там 300 машин. Горело все так вот кругом. И нас не пускали. И потом мы вдвоем, у нас как-то спецпропуск все это был. Мы вдвоем. И два БТРа с нами, и мы ушли потом туда, на полихумрии дальше. Иван Теевский, кто здесь проживает. Их просто хочется отметить, что мы же у каждого разные профессии. Каждая работа в разных местах. И вот стоит, вот я к Юре много обращался, к Валерии обращался, или наоборот. Мы всегда, вот как-то нас сплотило, мы всегда помогаем друг другу. Можешь, не можешь, а надо сделать. Потому что вместе служили, не вместе. Просто мы служили в одной стране, нашли примерно одно и то же все. И как-то дружба, она осталась, и созваниваемся, и жизнь продолжается. Мы встречаемся 15 февраля. Да. Ежегодно, да, у нас были памятники, мы встречаемся 15 февраля. Ездим на кладбище, мы залагаем цены, цветы. Ездим на кладбище, мы встречаемся 15 февраля. Кладбище, мы встречаемся 15 февраля. Звезда памяти. Молодежь в Антеевке устроила флешмоб, посвященный Дню Защитника Отечества. Молодежь в Антеевке устроила флешмоб, посвященный Дню Защитника Отечества. Молодежь в Антеевке устроила флешмоб, посвященный Дню Защитника Отечества. Молодежь в Антеевке устроила флешмоб, посвященной Дню Защитника Отечества. Молодежь в Антеевке устроила флешмоб. Молодежь в Антеевке устроила флешмоб. Ивантеевские кабельные сети с прошлого года предлагают абонентам пакеты цифровых каналов, среди которых есть семейные, женские и детские каналы. Но накануне мужского праздника посмотрим, какие еще брутальные каналы предлагают ИКС. Смотрите внимательно. Ивантеевские кабельные сети обещают первым трем абонентам, пожелавшим заключить договор, на цифровой пакет и перечислившем каналы, упомянутые в сюжете, модуль с карточкой подключения в подарок. То есть бесплатно. Кстати, подключение цифровых каналов может стать отличным подарком ко Дню Защитника Отечества. Все на матч призывает ведущий спортивный канал, а матч-боец является первым российским каналом, обвещание которого посвящено боевым искусствам. КХЛ – телевизионный канал, посвященный отечественному хоккею с шайбой и деятельности континентальной хоккейной лиги. Матчи чемпионата КХЛ, сегодняшние и прошлых лет, интервью со звездами, обзоры игрового дня, хоккейные закулисья. Наш футбол Российский телеканал «Наш футбол» в HD-качестве предлагает своим зрителям прямые трансляции и повторы матча чемпионата России, российской премьер-лиги, множество тематических программ. Телеканал «Мужское кино». «Мужское кино» – телеканал боевиков, детективов и триллеров. История России в истории человечества. Это канал 365. Каждый день – это дата, каждый день – это имя. «Виасад Хистери» – канал документального кино о науке и технике, спорте и музыке, о военном и коммерческом деле, об исторических личностях. Список каналов для настоящих мужчин продолжает «Автоплюс» – канал высокой автомобильной культуры. Свежие тест-драйвы – последние события, захватывающие гонки. «Охота и рыбалка» – канал для любителей приключений, природы и путешествий. Это и многое другое в пакете цифровых каналов Ивантеевских кабельных сетей 536-2869 и кс-онлайн.нет. Ивантеевцы на канале «Матч», которые они с удовольствием смотрят в кабельных сетях ИКС. Каково это – сниматься в шоу, особенно если шоу спортивное? За проектом «Бой в большом городе» на телеканале «Матч» наблюдала вся Россия. По итогам кастинга в восьми городах страны звездным жюри было выбрано 32 боксера, которые и сражались за главный приз – контракт с промоутерской компанией и квартиру. Кастинг удалось пройти и Ивантеевцу Даниилу Ерохину. Я сегодня не один, я сегодня с супругой приехал. Он самый лучший и самый-самый-самый прекрасный, он у меня победитель. Я верю в него просто, вот и все. Даниил, в анкете совсем немного указано о твоих достижениях. Тренируюсь в Антеевке, у династии Рыжиковых уже не одно поколение. По любителям выступал, занимал призовые места на России, был в сборной. Команды страны дебутировал на профессиональном ринге сейчас. Хотелось бы выиграть, и я к этому стремлюсь. В общем, хочешь закрепиться профессионалом? Я не хочу, я должен. Нет другого выбора. Я приехал сюда побеждать. Я приехал сюда зарабатывать деньги. Я сделаю все, чтобы добиться своих целей. Вот и все. Три недели на тренировочной базе сборной страны на озере Круглом в Подмосковье. Тренировки под руководством знаменитых спортсменов. И все это под прицелом телекамер. Мечта любого начинающего профессионального боксера. Основной момент – это именно психологический момент перебороть себя. То есть это немаловажный фактор, когда тебя все-таки снимают. Подымай руки, руки подымай. Подымай руки вверх. Сейчас снимем такое кино. Вверх руки. Все началось, я думаю, с футбола. Я начал заниматься в соседнем здании, здесь, на этом же стадионе. Отзанимался, наверное, на протяжении года. И что-то случайно прямо увидел, как ребята то ли бежали в лес. То есть это такая, опять же таки, мне показалось, с самого начала какой-то, знаете, коллектив, костяк, который очень дружно держится. Вне зависимости от, опять же таки, национальности, вероисповедания, возраста. То есть здесь вот, знаете, как вот, ну не знаю, как дома. Я вот, не знаю, это прям очень на самом деле важно. Потом выиграл турнир имени Хромова, который проводится в Авантеевке и на который уже много лет приезжают лучшие боксеры страны. Попал на первенство России, и там его заметили тренеры. В 14 лет Даниил уже выступал за сборную страны. Однако признается, что на проекте не получилось выложиться на полную. Видимо, из-за того, что сборы были не спортивные, а больше телевизионные, из-за этого не было четкого регламента тренировок. То есть не было в 6 утра подъема, в 6.10 там зарядка, в 7.40 завтрак, в 12.20, например, вторая тренировка, в 6.30 третья тренировка. Ты четко знаешь, к чему тебе готовится. Так, сегодня, например, пара, то есть я так, надо поспать, надо поесть столько-то, столько-то, там есть физические нагрузки, надо наоборот не есть больше пить. То есть, ну, идет в любом случае какая-то подготовка перед тренировкой. А здесь нет, то есть здесь должна быть тренировка 14, например, 0.00, они перенесут ее на 13.00, а обед 12.00 был. То есть вот мы вот с таким вот животом идем, качаемся, то есть нас там по телевизору еще показывают, как вот мы вас сейчас вот качнем. Потом буквально проходит день, то есть у нас всех забитые руки, плечи там, и нам говорят, вот вы что будете стоять в парах, и на вас будут смотреть. Но как вот можно стоять в парах, если ты каменный вообще, как минимум просто там сдвиг в тренировках вообще был вплоть до часа, до полтора, потому что эти звезды, как их тоже, могли опоздать, могли переехать позже. В итоге на четвертой же серии из 32 спортсменов осталось только 12. Остальные, без объяснения причин, были отсеяны. Вместе пришли, вместе уйдем вообще, мы сила вообще. Нас никто не сломает вообще никогда, главное это дух вообще. Это дух, да, это важно. Тронешь одного вообще, тут такая война начнется. Все так как бы странно произошло, вроде как бы все ровно, и все шло по течению, и вроде как и спарринги прошли неплохо, и там даже где-то меня и хвалили, и по телевизору там как-то вроде сказали, что там равные какие-то бои, но по каким-то причинам вот всю нашу команду русичей, которая вот туда вот пошла, и вот мы с ребятами вот тут познакомились, и сколотили своеобразный костяк, вся команда вылетела, хотя все отбоксировали очень неплохо. И я на самом деле не боюсь заявить, что там вот ребята, с кем я вот был в этой команде, они бы дали фору людям, которые там остались. Можно сказать, что он одаренный мальчик, да, вот то есть талантливый, но талантливость должна сочетаться с трудолюбием. И где-то, конечно, Даниилу чуть не хватает трудолюбия, но то есть он старается, одно упорство, то есть насколько хватит его, насколько у него желания хватит, это самый важный момент. После проекта Даниил пришел тренироваться в сборную русичей в Москве и продолжает заниматься у Рыжиковых в Ивансеевке и готовится к своему четвертому профессиональному бою. Это безумно страшно, честно. Это так страшно вообще, когда заходишь, и коленки трясутся, и ты никому не объяснишь на самом деле, что там… И то есть опыт не помогает? Да, конечно, нет. Что бы там, кто бы там что ни говорил, вот этот момент, когда тебе одевают перчатки, это по любителям еще ладно, это все, знаете, там с детьми, тренера присутствуют, а когда по профессионалу у них вот сегодня, например, взвешивание, а завтра бой, и ты сутки с этой мыслью живешь. То есть ты и бредишь, ты уже там и боксируешь. Потом, то есть если на любительских соревнованиях это все выглядит как-то, знаете, то есть куча детей, там тренеров, а профессионально, то есть туда приходят люди, платят деньги, чтобы зайти туда просто. То есть все на бабочках, все на галстуках, все, то есть такие солидные. То есть вот этот момент, то напряжение, вот он прям тебя держит до последнего, пока ты вот не перешагнешь эту черту, вот эту рингу, только тогда отпускают. А так прям вообще жуть. Однако Даниил уверен, что испытать этот адреналин должен попробовать каждый. И настоящий мужчина, и защитник – лишь тот, кто твердо стоит на своем, не отказывается от сказанного и принимает взвешенные решения даже в экстремальных жизненных ситуациях. 25 февраля состоится турнир по боксу для непрофессиональных боксеров «Пушкинская битва». Турнир проводит команда «Рыжиков Тим». Битва состоится в Пушкино по адресу улица 50 лет Комсомола, 26, в ФСК Пушкино. С 9 до 11 часов пройдет взвешивание боксеров, а уже в 12 часов начнутся бои. Принять участие может любой желающий. Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года, призер чемпионатов мира, многократная чемпионка Европы, победительница универсиады 2013 года, призер Европейских игр 2015 года, заслуженный мастер спорта России. На минувшей неделе в нашем городе по приглашению школы «Динамо» Ивантеевка побывала дзюдоистка Наталья Кузютина. Визит получился насыщенным. Подробности смотрите в нашем сюжете прямо сейчас. Ну а я, Александр Мельников, на сегодня с вами прощаюсь. Еще раз поздравляю всех мужчин с наступающим праздником Дня Защитника Отечества. Всего вам доброго, до новых встреч. Ей неловко, что эти бурные аплодисменты для нее. Скромная, худенькая, улыбчивая. Это чемпионка России и Европы, бронзовый призер Олимпиады в Рио. Заходит в актовый зал первой школы, чтобы познакомиться с авантеевскими школьниками и ответить на вопросы. Кому подходит дзюдо? Кто привел чемпионку в спорт? И страшно ли было на первой тренировке и на первых соревнованиях? Вот мне 9 лет, а еще не поздно начинать заниматься дзюдо? Начинать, но не поздно. Можно и в 7 лет, и в 10 лет, и даже в 20 лет пойти заниматься. Просто если у тебя есть желание, Наталья Кузютина начала заниматься дзюдо в 11 лет, когда к ним в школу пришел тренер набирать ребят на секцию борьбы. Понравилось сразу, и с тех пор она даже не думала о том, чтобы бросить. Хотелось побеждать, и ради этого она оставалась после тренировок. Занималась сама и вкладывала все силы в заветную мечту – попасть на Олимпиаду. Олимпиада была сложная в связи с политическими такими моментами, то, что многих спортсменов не допустили. Но это все знают, что это не допинг, это политическая была война. И поэтому я ехала на Олимпиаду не только за себя бороться, а за всю страну, за тех спортсменов, которые их не допустили. И все, кто попал на Олимпиаду, должны были максимально приложить усилий, чтобы завоевать как можно больше медалей, как можно лучше представить страну. И команда России очень достойно выступила на этих Олимпийских играх. Хоть мы и не всем составом поехали, но взяли большое количество медалей. В очередь за автографом. Эту встречу школьники не забудут никогда. Это не первый визит Натальи в малые города России. Вместе со сборной и по отдельности они проводят мастер-классы и встречи с воспитанниками спортивных школ. Чемпионка Европы вручает эвантеевским школьникам золотые знаки ГТО и оставляет запись в журнале школьного музея. Это вчера только прилетело из Парижа. Там был турнир «Большого шлема». Достаточно сильный турнир. Мне дали кучу карточек и листовок, которые нужно было подписать. Я вчера до 12 ночи, наверное, подписывала их. Ну, любому ребенку приятно получить автограф знаменитого спортсмена. Я понимаю, что это им важно. И пускай я немножко там где-то меньше поспала, где-то меньше отдохнула, но я сделала приятное. По приглашению президента Ивантеевской федерации дзюдо и самбо Кирилла Вопросова и директора школы единоборств «Динамо Ивантеевка» Артура Цисаря спортсменка посещает несколько точек в городе. Шлемы и бронежилеты, наручники и электрошокеры. Центр профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД рассказывает спортсменке про нелегкую службу. Показывает обмундирование от самого современного до устаревшего и откровенно бесполезного. Олимпийский призер с интересом рассматривает коллекцию огнестрельного и холодного оружия и разные виды поддельных документов – от водительских прав до страховых полисов на машину, на которых студенты наглядно изучают все возможные ситуации, с которыми они могут столкнуться во время службы. Однако чемпионки привычнее в спортзале на татами. Дзюдо и самбо – это те виды спорта, которыми усиленно занимаются в Центре подготовки сотрудников ГИБДД. Мы вас будем как бы стеречь, да, не подведем вас, ну а вы нас не подводите. Всего вам хорошего. Выпускники школы ГИБДД, как дети, тоже хотят потрогать медаль и задать вопросы. Они интересуются, как выбрать хорошего тренера для детей и как не ошибиться с видом спорта. Алексей из детства занимается дзюдо. В борьбу отдал и сына. Нет, живых олимпийских чемпионов мы никогда не видели. И, безусловно, это очень приятно, встретить такого человека на своем жизненном пути. Это большой опыт. Даже не какая-то совместная тренировка, а просто пообщаться с таким человеком и что-то узнать о тренировках. Не знаю, распорядки дня, как они живут – это очень большой стимул в жизни заниматься дальше, скажем так. Прием такой хороший. В школу мы ездили, в ГИБДД ездили, общались с ребятами. Мне приятно находиться, приятный прием. Также сейчас мы в зале «Динамо-Мантеевка». В принципе, хороший, достойный зал. Есть и тренажерный зал, и спортивный зал для занятий, и дзюдо. То есть есть возможность тренироваться. Приходите на дзюдо. И сейчас мы находимся в такой социальной гостинице. Сюда мы, у нас есть учащиеся, которые учатся в других городах, старшие ребята. И они же получают стипендию, они выплаты получают. И здесь они уже пробуют жить самостоятельно. Там кухня. В центре для детей-сирот и детей, оставшихся без побечения родителей, Наталья не случайна. Нескольких воспитанников центра недавно официально посвятили в дзюдоисты. Они имеют возможность заниматься в школе единоборств «Динамо-Мантеевка» бесплатно. Директор Центра развития ребенка «Шанс» Эмма Фотина проводит экскурсию по дому. Ребята рассказывают о своей жизни и распорядке дня, показывают комнаты и знакомятся со спортсменкой поближе. Сейчас мы посмотрим все медали. Сейчас посмотрим. Ну, стоящие. Нам расскажут о медали. За чашкой чая с тортом ребята и воспитатели расспрашивают Наталью о спортивной диете, родном Брянске и тренировочной базе российской сборной в Сочи, а также про совместную тренировку с Владимиром Путиным. На память дарят пасхального зайца, сделанного своими руками. А в ответ получают автограф с пожеланием спортивных и жизненных побед. Просит и показать пару приемов для самообороны. Бери вот эту ручку теперь, а теперь, смотри, вот так подворачивайся и бросайся. Что ты сегодня узнал? Интересно. То, что она сильная. И она занимается каждый день спортом. То, что она заняла в Олимпийских игр 2020 года. Третье место. Третье место. И она красивая. А еще какая? Умная. Что тебе понравилось больше всего сегодня с ней? Торт. Более 150 спортсменов приветствуют своего кумира в Авантеевском физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп». На совместной тренировке всех юных дюдаистов из основных школ города заслуженный мастер спорта России Наталья Кузютина показывает мастер-класс. Разминка и основные приемы, а также маленькие секреты чемпионки запоминают начинающие спортсмены и их тренеры. Просто взяли на спине, за лобок, поставили одну ногу, потянули, второй ногой подошли, просто. Наталья расстроена, что женское дзюдо отстает от мужского и надеется своим примером доказать, что побеждать могут не только ребята. И вдохновить девчонок упорно заниматься и достигать высот. Ивантеевская юная спортсменка Анна Петухова специально приехала из школы Олимпийского резерва «Динамо Дмитров», чтобы поучиться лично улучшить дзюдоистки России, изрядиться положительной энергией, чтобы однажды тоже попасть на Олимпиаду. Мне вообще, я в шоке, если честно. Во-первых, она показала, как правильно бросать, еще это по полочкам распределила, показала. И даже кого-то не получается, она все подходит и говорит это. Очень впечатлила Наталья Петухова. Она такая. Ну и с ней интересно работать. С ней хорошо, интересно, она все хорошо объясняет, показывает хорошо. Поблагодарить вас за то, что приехали к нам в город. Поблагодарить, что наши дети увидели, смогли потрогать вас, побороться с вами, пообщаться с вами. Это большое, действительно, это большое желудокое будущее для наших детей. Целый день в компании ивантеевцев, взрослых и детей, спортсменов и ребят, которые еще не решили начать свою дорогу в спорте. Наталья для всех них пример. Она тренируется каждый день и ездит на соревнования по всему миру. В Москве и на родине бывает редко, но для тех, у кого глаза горят, старается находить время. Мне всегда приятно общаться с детьми. У меня, если есть возможность, вчера я только прилетела из Парижа, с турнира, там, третий. Ну, тяжело, конечно, с перелета, я понимаю, но я понимаю, как важно это детям. Я вспоминаю себя, когда я видела какого-то знаменитого спортсмена титулованного. Я хотела побыть с ним, подержаться за него, пообщаться с ним. И меня мотивировало этим. Я понимала, что действительно можно добиться, можно стать такой же. И у меня глаза горели. И я понимаю, что, общаясь с детьми, я смотрю, вижу этот блеск в глазах, вижу их желание. И если я хоть одному человеку, хоть одному ребенку помогу, если он пообщается со мной, или мой пример его мотивирует, и он станет когда-нибудь чемпионом или призером олимпийских игр, чемпионата мира или чемпионата Европы, мне это уже будет приятно. Я хочу сделать немножко больше, чем просто завоевать медаль. Впервые за последние 12 лет российская дзюдоистка поднялась на пьедестал почеты Олимпийских игр. Наталья Кузютина не просто завоевала бронзовую медаль, она подарила надежду тысячам российских спортсменов. Но нашему городу повезло больше других, потому что наших будущих чемпионов она вдохновила лично. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова